У России есть достойные поэты, и Николай Боголюбов относится к этой плеяде. Я надеюсь, что это плеяда, хотя кроме Николая Боголюбова я, может быть, знаю еще пару-тройку поэтов современности, которые действительно достойны упоминания и чьи стихи действительно и ведут в вполне определенном направлении. Мы часто сталкиваемся с тем, что деятели культуры нас возбуждают стремлением к правде, к истине и отходят в сторону. А дальше вы уже, ребята, как-нибудь сами. Сами придумайте, что из этого, что мной сказано, сыграно, спето, следует. Ну, как бы моя миссия только спеть. А дальше вы там под танки, на пулеметы, это уже ваше дело. Ну, в какой-то степени это правильно. В какой-то степени. Ну, я думаю, что сейчас как раз время синтеза, когда человек знает, куда звать, и направляет туда, и сам туда же и идет вместе со всеми. А не просто где-то в толпе высунулся, пропел свою песню и опять спрятался, а толпа пусть движется, куда ей вздумается. Поняла она, осмыслила, и куда вот это нравственное, прежде всего, возбуждение приводит. То есть нравственность, совесть просыпается в какой-то момент, а потом, не получая подкрепления, снова затухает и забывается. Забывается вот это переживание. Как-то надо изменять свою жизнь в связи с пережитым. Но это происходит далеко не всегда. Вот Николай Боголюбов относится к тем, кто идет туда, куда зовет, а не остается в сторонке. Без зиждителя все вранье, затяжного мешка петля. Воронье, варье, сатанье, бузина везде, конопля. Моровая война внутри, пятилеток безбожных гарь. Золотую парчу зари примеряет фальшивый царь. Деградация пьет и мрет, растащили весь вертоград. Революции черный год растянулся в столетний ад. Все безрадостно, хоть ты вой, под ногами гнилой карниз. Из ковчега великий ной проклинает коммунанизм. И Адама, и Ева в душе, силой Бога попрали страх. Человечье, папье-маше, вырожденье и полный крах. И все ждут, все чего-то ждут, а Христос, Он сейчас и здесь. Злосчастливому миру суд, Благовестной победы весть. Давайте не будем людьми из папье-маше. С гибкой спинкой, с гибкой нравственностью. Мы русские. С нами Бог. Слава Руси. Господи спаси. Должен я как-то распространять свою книгу. Она уже заканчивается. Я бы хотел, чтобы она быстрее закончилась и дошла бы до читателя. И хочу выпустить следующие книги. Вот книга «Болото XX века». Книга основана на публицистике 20-х годов Альфреда Розенберга, который никаких глупостей не пропагандировал, никого не призывал убивать, не оскорблял никого по национальному или иному признаку, просто защищал германскую идентичность. Но все безобразия, которые были тогда в Германии 20-го века, сейчас в России 21-го века даже в усугубленном виде. И вот параллели между Германией 20-го века и Россией 21-го века нынешнего через почти 100 лет я и провожу. И призываю заметить, что немцы выбрали определенный путь избавления от этой бесовщины, но снова вляпались в нее по причине того, что выбрали неправильный путь, а нам надо выбрать правильный. Поэтому в 21-м веке надо вырваться из болота 20-го века и знать, откуда мы прорываемся и куда. Это самое главное. Редактор субтитров А.Семкин